Всем привет! Сегодня у меня будет кое-что необычное. Это елочные игрушки фирмы Ариэль. Компания находится, фабрика, в Нижнем Новгороде. Кто из этого города, вам повезло сходить и посмотреть вживую в их магазине при фабрике. Игрушки все стекло, но игрушки не бюджетные. У меня здесь будет две посылки, потому что игрушки из второй посылки не было в наличии, когда я делала первый заказ. Доставка у меня была с деком. Стоимость у меня вышла 310 рублей до моего города. Можно как до пункта выдачи, курьером и также почтой России тоже есть доставка. Игрушки, повторюсь, стекло, не пластмасса. Выбор у них, конечно, не очень большой на официальном сайте, но буквально в начале мая, первого или второго часа у них была новинка. Вышли два зайчика, это Любимка и Виолетта называются. Стоимость у них 2390, по-моему. Если мне память не изменяет, ссылки я оставлю на официальный сайт и на игрушки, которые есть в наличии из моей распаковки, я также оставлю. На Валберисе игрушки стоят в полтора раза дороже. Если, допустим, Снегурочка и Дед Мороз стоят по 2000 на официальном сайте, то на Валберисе Снегурочка и Дед Мороз, по-моему, Снегурочки вообще даже нету, по крайней мере, Дед Мороз стоит 3200, почти 3300. Белочка стоила на Валберисе почти 1800, а в сайте 1100. И Старичок Боровичок также стоил 2000 на официальном сайте и 3200, ну почти там 3300 на Валберис. Игрушки все больше 10 сантиметров, Дед Мороз вообще, по-моему, 14, а остальные вот это 11-13 сантиметров. Но, соответственно, своему размеру игрушки не тяжелые, не должны перевешивать очень сильно ветки. Но, опять же, если у вас есть кошки, собаки, которые неравнодушны к елке, очень жалко будет вешать, особенно если они у вас их разобьют, перевернут елку. Игрушки все формовые, роспись ручная. Сейчас мы посмотрим поближе. Классные часики, показывают без пяти, тем более вот с такими вот шишками. Целая композиция получается. Часы стоили 1300 на официальном сайте. Как я поняла по комментариям к игрушкам некоторым на сайте, что они подорожали и очень прилично. Конечно, игрушки можно еще на каких-то сайтах по продаже аналогичного товара найти. Но вот выгоднее всего для меня оказалась эта покупка на официальном сайте. Потому что там минимальная стоимость и плюс доставка. Все равно это будет дешевле, чем тот же Wildberries. Вы сэкономите пару тысяч, это точно. Дед Мороз и Снегурочка со светоотражающим эффектом на камеру. Вспышка не включена, просто обычная лампочка работает. В общем, вне камеры они так не переливаются, не светятся. Там просто обычные блестки. Но, возможно, и добавлен светоотражающий пигмент в виде порошка. Либо блесток каких-то соответственного размера к обычным. Чтобы свет от гирлянд рассеивался очень красиво и мягко от игрушек. Так, что еще рассказать? Это первые мои игрушки данной фирмы. Потому что, повторюсь, эти игрушки не бюджетные. Меня, конечно, жаба душила. Но не купить эту игрушку меня еще душило сильнее. Потому что очень классная. Особенно, посмотрите, какая милая белочка. 11 сантиметров. По-моему, даже 11,5. Пушистый хвостик Деда Мороза тоже очень проблематично найти красивого. Так что, кого бюджет позволяет, рекомендую к покупке. Итак, мой Дед Мороз. Шапку я покрыла двумя слоями флока. Клеила я его на клей Момент Кристалл. Также еще я покрыла опушку. Флок смешала с блестками. Но вот видите, где у меня кисточка с клеем попала на краску. Краска разъелась. И теперь у меня там все рыжее получилось, оранжевое. И шубу, в общем, я решила просто рисунок нанести и палачить. Все. Остальное все закреплю лаком. Так что, вот такой у меня пока что результат. Пока-пока.